Жители дома номер 7, расположенного на проезде Грибоедова, встретили утро 4 ноября под открытым небом. В ходе выполнения капитального ремонта крыши в квартире номер 6 обрушился потолок. Происшествие случилось на кухне примерно в 10 утра после того, как жильцы коммунальной квартиры позавтракали. Двое детей в этот момент спали в комнате. Только ушли мы из кухни. И тут что творилось. Открыл дверь, а тут я думала пожар. Ну и все, дым, кирпичи валились, бревна там какие. Ой, что было, это видеть надо, это ужас. Как говорят жильцы, их никто не предупреждал, что в доме начался капитальный ремонт крыши. Паспорта объекта рядом с домом также нет. Когда жильцы поняли, что происходит ремонт, они попытались поговорить с рабочими. Утром я вышла на улицу, предупредила их, что у нас перекрытия деревянные, что у нас крыша деревянная, она может рухнуть. Как говорят жильцы, изначально рабочие побросали остатки старой крыши на землю. Много мусора рухнуло на балконы. В результате падения бревен у жильцов были оторваны телевизионные антенны. Затем рабочие взгромоздили огромный контейнер на крышу. Жильцы уверены, что именно он стал причиной обрушений. Сейчас лампочки, которые были вставлены в подвесной потолок, собраны в одну охапку. Кроме этого, на кухне нет газа. Вот эту газовую плиту нам не велели включать, потому что у нас здесь не ведутся ремонтные работы. Вот, смотрите, вторые сутки у нас висит вот эта сопля. Никто ничего не делает, блин. Детей я не могу привезти. Вот женщина пожилая, она даже не может разогреть себе покушать. По словам жильцов, первостепенный разбор завалов на кухне выполнил подрядчик. Теперь граждане ждут обещанного ремонта. Конечно, все будет сделано в лучшем виде. А когда? Ну, перекрытие там уже установили. Ремонт в квартире. Сейчас как бы общаемся с жительницей. Решаем. А как вы думаете, почему произошло вот это вот обрушение? Старый дом, гнилые перекрытия. Старый дом, стоп лет. Несмотря на то, что сейчас дыра на кухне заделана, через нее просачивается дождевая вода. Кроме того, обрушения штукатурки произошли в коридоре квартиры. Также в комнате, где проживают дети, случилось провисание натяжного потолка. На него тоже что-то обрушилось. Пока дети у родственников, и их жизням ничто не угрожает. Однако сами жильцы переживают за свою безопасность.